В прошлом уроке мы начали разобрать чуть-чуть глубину и те искренние места, которые раскрывают нам наши мудрецы Митрашим, Кемарот в комментариях Велинского Гаона на книге Эстер. И как мы уже сказали, то что, если прочитаем эту книгу, на первый взгляд нам покажется то, что мало то, что можно увидеть, в принципе, на поверхность о каких чудесах, о ком великом дне на самом деле идет речь. И тот великий сгрот и тот великий, скажем так, чудо, которое там произошло и те силы, тот потенциал, который раскрывают нам наши мудрецы, то, что заключается в этом день, в этот день, на первый взгляд на самом деле это все не видно. Но чем больше мы раскрываем, чем больше мы в глубине-глубине заходим и раскроют нам наши мудрецы, какие секреты тут закодированы, мы больше-больше понимаем на самом деле, о ком великом чуде на самом деле мы имеем тут речь. Значит, мудрецы говорят, что Кипур, даже самый великий день, который у нас есть, Йом Кипурим, день искупления грехов, это как Кепурим, оно так, как Пурим. Значит, даже этот великий день, Йом Кипур, он как Пурим. Представляем, понимаем сейчас то, что Пурим настолько высоко, то, что мудрецы говорят, Йом Кипур, у него он похож на Пурима. Благословление, которое мы можем достичь в этот день, это что-то невероятное. Говорят наши мудрецы, КОЛА ПОШИТЬЯД НОТ НИМЛУ. Каждый человек, который раскрывает свои руки, дают ему. На небесах то же самое. Не только бедня, когда приходит, и мы даем ему, каждый нуждающийся в этот день, и мы не рассматриваем, кто он такой, что он такой, заслуживает он или не заслуживает, каждый, кто открывает свои руки, дают ему. Точно так же Творец дает каждому, тот, кто раскрывает свои руки, и молится Творцу, и просит Творцу. И мы уже, как в прошлом году, давали урок, целый урок на величие молитвы, который был в Минавпуре, из-за чего вообще произошло все это чудо, из-за молитвы детей еврейских. Этот день, дорогие друзья, есть невероятно большой потенциал, чтобы вы раскрыли свои руки и просили чистого сердца Творцу, чтобы он дал мир в этом мире, здоровье, проноса, успех, благополучие, усиливание веры, чтобы еврейские души проходили к джуве, и так далее, и так далее. И во главе всего, конечно же, прихода Машеха. Прихода Машеха, дорогие друзья. Так как мы нуждаемся именно в этом? Вот это великие вещи. С помощью мы постараемся опять-таки сегодня чуть зайти в глубине, посмотреть, насколько наши руки дойдут, каких великих вещей на самом деле рассказывают нам тут наши мудрецы, тот скрытый руки, который, церковь рука, который был от Творца, который на Ягу это все не видно на самом деле в Мигеля Тестер. Но посмотрим, постараемся с Божьей помощью пройтись и посмотреть тот именно великий чудес, который происходил за кулисами. Дорогие друзья, мы остановились на прошлой неделе о том моменте, как Ме Ташем действительно сверху был. Это вся история, как Ахашвирош делал этот пир. И в пике, в самом вершинке его гордости и его кайвик, который он выраствовал при 100-180 дней сначала и потом 7 дней. И потом так как? Его жена говорит, нет, я не выхожу, я не выйду. И это, конечно же, для него это был чрезмерно большой удар. Как? Ты на самом деле говоришь нет? Нет. И кроме этого, для него была это чрезмерно большая ярость, так как говорят наши мудрецы, то, что она отправила ему сообщение через посланника, что передаваем Ахашвирошу, что ты же был главным, ты же следил за конями у моего отца. Ахашвироша, не забывай, мой отец, он мог выпить с тысячей людьми, и он не напивался, а ты уже выпил, и уже представь себе такие вещи, ты можешь себе уже позволить, и так уже, так себя именно ведешь. Это был чрезмерно большой удар на него. Чрезмерно большой позор и ярость в него проявился чрезмерно сильно. И до этого момента мы дошли в прошлые недели. И с этого момента постараемся с Божьей помощью пойти дальше. Ахашвирош, дорогие друзья, в этот момент находится чрезмерно в большом дилемме. Он не знает, как вести себя. С одной стороны, он не хочет на самом деле убить или дать какое-то наказание своей жене, потому что, как мы уже сказали, Вашты действительно, она была очень красивой женщиной. И как Финнинский Гоу неоднократно объясняет в комментариях на Мегиле Тестер, единственное, что в принципе интересовал Ахашвирошу, это красота. Не то, что внутри какие-то качества, чтобы она была добрая, хорошая. Нет, красота, и здесь красота, то все. Доказательства к этому. Когда Эстер Малка потом заходит к ней во дворец, никто абсолютно не знал, откуда она, еврейка, не еврейка, может быть, она какой-то там незаконно рожденный, может быть, из какой-то непонятной семьи, может быть, какой-то потерянный взяли, может быть, ее нашли на улице кто-то, непонятный, из какой семьи. Но все-таки он берет себя в жены. И не только в жены, берет, даже не как, не как пелега, или что-то такое, берет царица сделать ее. Да? И делает ее королевой. И не важно, что она была действительницей, не действительницей, ему абсолютно было все равно. это, что было ему на самом деле интересно. И посмотрел сейчас на свою жену, настолько красивая жена, важная, убивать ее или делать какое-то наказание, он на самом деле не хотел этого. Но с другой стороны, он понимал, то, что люди могут пунктовать против него, сказать, что такое именно поведение, против короля. И он не знал, что делать, дорогие друзья. Что Ахаширош делает? Идет и делает просьбу, чтобы министры, на самом деле, решили это дело. Посоветовался, посоветовался с людьми, что они мне скажут. Теперь, мы должны осознавать, что это очень важный момент. Объясняет нам Вилинский Гаон, то, что в это время было два типа разных суда. Один суд, это как полагается по закону, полагается человеку определенное наказание, и это дается ему, на самом деле, это наказание. Второй тип суда, это пойти даже против, скажем так, больше, чем полагается человеку, и проявить какую-то милость перед судимым, в случае, если это будет король, или близкий человек на королевском дому, и так далее, чтобы проявить милость, потому что человек важный, человек такой, большой именно ранга, большого именно человека, к нему проявить вот эту милость к этому человеку. Теперь, теперь, Ахашвирош думает, что, может быть, да, есть возможность каким-то образом проявить вот эту милость, и он действительно давал намек своим министрам, что, может быть, они будут решать на стороне милости. милостью. И второй очень важный момент нужно знать, то, что король сам по себе, он не мог решать смертельные казни, или какие-то серьезные именно решения, он должен был бы провести, на самом деле, это дело перед министрами, и министры, они могли, на самом деле, решать это дело, когда это было решено от министров, потом они могли привести это все в реальность. Так, надежда у Ахашвироша, да, естественно, они будут решать на более милосердной стороне, ее не будут судить так, как именно полагается. Но вдруг в этом заседании проявляется Аммана Рожа. Аммана Рожа, дорогие друзья, у него были свои личные замысли, интересы, у него была мудрость отдавать им на совет такой, который понравилось, мы сейчас увидим это все, и королю, и всем министрам. Амман приходит и говорит королю, король, не только ваш ты пошла против вас, ваш ты, этим поведением, то, что она не пришла, когда вы позвали его, она пошла против всех министров. Это дело не только ваше по отношению именно к ваш ты, это проблема всех министров. Почему? Потому что после этого вы сейчас пойдете домой, и все министры скажут действительно, что там произошло у дворца короля. И что произойдет? Жены таким же образом они будут относиться к министрам. Значит, это не проблема индивидуальная, это коллективная проблема всех наших, из-за этого министры тоже не могут на самом деле это решить. дает Хаман следующий совет. Говорит Хаман две вещи, чтобы поменять законы, чтобы поменяли. Что поменяли? Первый закон, говорит Хаман Нараша нужно поменять закон, что король он да в состоянии решить даже если это касается ему лично, что он может давать решение по ему так как он именно думает. Он да может на самом деле решить. Таким образом, что выигрывает Хаман? Хаман выиграл да? Если мы сейчас скажем ему что пусть он убей не убей или там повесь он сделает какое-то наказание завтра позавтра он успокоится пойдет против нас и скажет я убил мою жену из-за этого пусть решится это то что была задумка у Хамана Второй вещь сейчас приходит его личный интерес говорит Хаман мы должны делать закон то что это будет закон который будет распространено от королевского дворца то что в всех местах женщины знали то что если они будут не будут слушаться своим мужем они не придут так как было в этой истории с Ваштой и Ахашироша то он не сказал что мужей не могут убивать а скажут что просто не будут больше напускать другими словами потому что думает сейчас Хаман следующую вещь о себе Хаман тоже взял себе говорит в этом близко Гаон жену которая была намного старше чем он и он у нее тоже был самый личный интерес что в случае чего что он может точно таким же образом выкинуть его на свою жену как что убивать изначально это невозможно но что тем то что не давать на самом деле прийти жену потому что она не послушалась это в конце концов при том что да вот она не слушается она не приводит они не слушаются именно то что муж говорит из-за этого можно даже довести до того момента чтобы не делать именно такой страшный вещь как убийство даже это было у него интерес через свой эгоизм так это закон будет именно для всех один закон что король может решать сам по себе и другой закон чтобы каждый муж может решить если жена не будет слушаться ему может решить именно не пускать его больше не этим образом дал тоже намек на Хаш Ворош что ваш ты что она больше не вернуться грубо говоря что ты можешь его убить дай дай дорогие дорогие друзья этот совет вдруг понравился Хаш Ворош и понравилось министрам и сказали да настолько это прелесть да действительно напишем это так и так и написали написали и отправили в странах города везде везде и как мы знаем убили Ваш давайте дорогие друзья чуть-чуть пойдем перемотаем чуть-чуть сейчас картинку что тут происходит у нас есть министры и у нас есть Ахашвирош Ахашвирош он не хочет чтобы убили свою жену сам сказал он не хотел он не хотел он что не было у него интерес он давал намек министрам то что пожалуйста может быть есть какой-то выбор чтобы не убивать на самом деле жену это то что он говорит но что происходит Ахаман приходит и говорит что такой совет то что вы сам именно решили что в конце концов он ему не реш и действительно ему понравилось что происходит как ему понравилось это все чтобы его жену он же изначально не хотел чтобы его жену он надеялся на это и как ему понравилось поменять весь обзор на законы и чтобы этот дорогие друзья мы тут видим величие именно творца как он может перевернуть мысли человека когда есть нужда именно в этом в этот момент когда король согласился явным образом видим как творец переворачивает просто мысли короля до этого не хотел убить сейчас вдруг хочет убивать да понравилось Аман мой родник давай сделаем это дорогие друзья это король а министры о чем они думали сейчас Ахашвирош у него есть власть такой что он может даже привести смертель к министрам ему что-то не понравился какой-то министр сразу до смерти не казна и министры тоже согласились министрам тоже был это совет понятно как это может быть как это может быть здесь тоже дорогие друзья мы видим как творец перевернул абсолютно все замысли всех этих людей эти же это же это опасно для них же это закон не был Аман предлагает мамаш супервен оружие который против именно всех 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 министров всех людей все министры они согласны да 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 это очень хорошая идея мы мы видим тут рука шамма дорогие друзья мы видим тут рука творца как он переворачивает все замысленные человека так как на творце именно хочется и не только это тут тут еще есть одна глубина зачем нужно было творцу дорогие друзья этот совет чтобы Хамман давал Ахашвир что он дает совет он дает совет король ты можешь убивать любой момент когда даже если это касается тебе это лично у тебя есть власть мы сейчас напишем новый закон что у короля есть такой власть говорит нам близкий Гаум Хамман этим верил себе Яму что он думал он хотел этим выиграть себе отношения по отношению своей жене он хотел этим образом давать совет и чтобы да чтобы потом не было какие-то проблемы с Ахашвир и так далее дорогие друзья этот же совет это было причиной почему в конце концов и как в конце концов Ахашвир мог убить и повесить Амана Раша потому что в конце концов когда Эстера Малкан на второй раз когда зовет на пир что происходит говорит если есть один человек который хочет добывать меня и мой народ кто такой это Аман и вдруг он хочет убивать меня и мой народ говорит в моем же доме ты хочешь убивать мою жену и вызывает его ярость и что он делает и он хочет пойти убивать его сразу же говорит приходит ему совет и говорит вот смотрите там есть вот это дерево и это дерево приготовил говорит великий гаон это дерево подходяще для короля это написано в тексте но если посмотрим чрезмерно буквально хорошо говорит великий гаон это подходяще было именно для короля гаон еще хочет бы не убить сразу же повести дорогие друзья на основании чего у Ахашароша была эта сила что он мог привести сейчас Амана и повесить же без суда и без никаких обсуждений Амана Раша могла бы себе давать хорошую отмазку что я не знал что Эстера Малкана еврейка как мы сейчас увидим никто не знал король не знал никто абсолютно не знал если я бы знал я бы это на самом деле не делал бы так и так далее но она все этого не знал он этого всего не знал и кто дал на самом деле Ахашвирошу силу и полномочия что может сейчас сразу же безсловно убить и повесить Амана совет Амана который дал ему чтобы убить свою первую жену Вашты дорогие друзья история это все это все с этого начала с начала именно этой истории это длилось дорогие друзья приблизительно 7,5 и 8 лет приблизительно 8 лет длилось это все значит 8 лет тому назад он дал ему этот совет этот пир и так далее все когда произошло это приблизительно 7-8 лет спустя произошло то что произошло невероятно потому что он себе верил яму годами спустя это же совет как творец нужно было бы этого делать чтобы давать именно это полномочия чтобы в конце концов произошло на самом деле это чудо невероятно видеть руками творца сегодняшний день ты стоишь и думаешь что как к чему какие-то вещи происходят в мире какой-то там скажем так какая-то семья как будто творец ставит в этом мире выходит тут какая-то вещь какой-то фрукт какой-то про исторический в истории что-то именно происходит и мы не видим на самом деле что как и к чему к чему это прилипнуть проходит годы 7-8 лет спустя потом ты понимаешь связь потом ты понимаешь вау творец уже позаботился об этом годами до этого он уже позаботился чтобы этот весь произошло вот это тот вестер тот вещь которая на самом деле тут скрыта и тут раскрывается на великский гаун это все и мы видим наяву руками на творца здесь невероятно невероятно дорогие друзья пойдем дальше умирает вашты вашты убивает именно вашты и сразу же написано после этих вещей когда успокоился чуть-чуть ярость именно короля вспомнил свою жену вашты и то что она сделала то что на нее была именно такая именно наказание наказание такое именно делали теперь сразу же конечно же пришли именно по вашты так как уже в принципе этот вещь этот совет уже дал Амана Раша говорит не переживай вместе вашты найдешь другую девочку другой еще красивую именно девочку не проблема дорогие друзья говорят наши мудрецы то что у короля у министра у короля у них был лист всех красивых женщин во всех странах всех всех красивых женщин в этом листе тоже стояла Эстера Малка Эстера Малка дорогие друзья написано про нее то что ее звали Хадаса так и написано в Мигелет Эстер и у всех наши мудрецы почему именно Хадаса потому что она была прекрасная своими действиями поведениями и своими добрыми делами она была настолько праведницей дорогие друзья то что написано есть на самом деле несколько мнений сколько лет было ей когда она пошла в доме в доме в Ахашвироша измени что ей было 40 лет измени 80 лет 75 лет так как кематрия Хадаса дорогие друзья написано до 75 лет Эстера его дяди его дяди он взял себе дома поскольку когда ее мама была беременная то скончалась ее папа и когда мама родила ее то мама скончалась тоже и она выросла в доме своей дяди Мордехай и в конце концов говорят мудрецы то что Мордехай взял себе жену своей племяннице и валахай тоже приводится сегодняшний день этого не делают но без митва на самом деле жените мою племянницу дорогие друзья если на минутку задумаемся о каком праведнице на самом деле тут идет речь Эстера Малка она была пророчицей если чуть-чуть мы понимаем каких духовных уровнях должно было быть Эстера Малка находиться чтобы иметь пророчество это невероятно это значит чистота мыслей просто именно кристальность чистота поведения каждый день рост духовный рост и это не женщина которая все дома сидит дорогие друзья ее никто не может найти написано в наших книгах дорогие друзья и принципе так можно псуким на самом деле это все понять то что три года его не могли найти найти три года не могли найти найти в течение трех лет дорогие друзья его не могли найти потому что беззнам то что седьмой год это был тогда когда после королевства это было когда она стала королевой три года это было после того как он стал королем Ахашвирош и три года привозили всех девочек и ему никто абсолютно не нравилось и на шестой год нашли ее и год там было очищение ее и так далее чтобы была подготовка для короля седьмой год после королевства Ахашвироша она пришла именно к Ахашвирошу его привезли к Ахашвирошу дорогие друзья три года она скрывается и она говорит что она что-то хотела посмотреть именно в окно она раскрыла чуть-чуть говорит окно и сразу ее заметили и посвали именно полицию чтобы забрать ее и сразу разобрали ее в дворце как бы у короля где ухаживали за всеми этими женщинами и так далее праведница дорогие друзья которые мы не можем себе представить в каком праведнице тут идет речь пророка и мы сейчас себе представим это великая пророчица которую заставленным образом отвезли в доме короля и мы уже в прошлой неделе четвертым образом объяснили о каком короле идет речь о каком богатстве идет речь дорогие друзья эстера малька заставленным образом привезли дом в короля ее в течение года подготавливают для Ахашвироши хэгай хэгай который был ответственным за косметикой женщин он сразу же понял то что она будет царицей она будет королевой не смотря на ее возраст говорят наши мудрецы нитка милосердия проходила через именно эстер все люди которые смотрели на эстера малька всех глазах она находила милость и все люди которые видели ее все говорили вау она из моей страны вау индейцы говорили да она из Индии перси говорили да она из Персии вавилонца говорили они да из вавилона каждый тот кто смотрел на нее в всех глазах она находила такой хэнва хэсэд, то что все чувствовали, как будто она своя. Некай, когда увидела этот человек, который ухаживал за всеми женщинами, чтобы подготовиться для них, чтобы подготовиться для короля, сразу же поняла то, что это будет доминоцарицей. И чрезмерно особенным образом относилась уже к ней. Уже особенным образом. Дорогие друзья, ее предлагали, говорится там сразу же в послуге, ее предлагают самые драгоценные одежды, драгоценные самые лучшие вещи, которые она может себе выбрать. И Эстера Малка от всего отказывается. От всего отказывается. Можешь себе представить вот в одну, в одну, в одну миллисекунду, да, вот не знаю, там человек из маленького города приехал в какой-то там, не знаю, большой город приехал в Нью-Йорк или там в Париж, там зашел там в большой торговый центр. Человек приезжает там, не знаю, в Берлин, заходит в КТВ, да. То есть сразу же человека глаза уже переворачиваются от шик и блеск, и одежда, и парфюмерия, и луксус, и все абсолютно. Сразу же человек хотя бы смотрит, хочет посмотреть, хочет взять, хочет промерить, хочет почувствовать себе чуть-чуть, вау, мамаш. Тем более, если у человека есть возможность купить, то это еще больше насаждение. Пойти прогуляться так, не знаю, там в драгоценном улице, где там самые большие драгоценные магазины и зайти именно шопинг делать в магазинах. Какое-то насаждение. У Эстера Малка, дорогие друзья, у нее есть шансы не только то, чтобы пройти прогуляться, она живет в центре всего луксуса, всего королевского, все то, что мы можем представить, не можем себе представить. Она настолько страдала от этого всего, то, что говорит Виленский Гаун, она заболела, ей было плохо от всего этого. Значит, мудрецы говорят, что Эстера Малка была зеленая. Спрашивают Виленский Гаун, как король мог взять зеленую жену? Нам объясняют Виленский Гаун, то, что ей удавались, сколько вот этот материализм и все такое, и она всего этого не хотела. Можете про себя, когда иногда думая просто, о каком праведности идет речь? Пройти человеку, заходит одну секунду, да, у человека есть деньги, нету денег, проходит вот такие улицы или такие большие драгоценные центры. Сразу же человек хочет засхвачиваться за все эти вещи. И тут речь идет о человеке, который как железо стоит и во всем этом варится, он все тут, все предлагают тебе руками, возьми только, наслаждайся. Нет. Ее страдание дает все этот материализм. Она не хочет всего этого. Она не хочет всего этого настолько, говорит Виленский Гаун, то, что она стала зеленым, именно цветом она превратилась. Она получила зеленый цвет. Но что? Худшит хесет. Она находила в глазах каждого человека хесет и милость именно в глазах каждого человека. Проходит год, дорогие друзья. Заставляют ее идти к королю. Заставляют. Заставляют пойти именно к королю. И действительно, сразу же король понимает, что это есть королева. Но есть один нюанс. Один нюанс. Она становится королевой. И все понимают, и Егар сразу же понял, что да, она будет королевой. И Ехашвирош сразу же понимает, что нет лучшего, чем она. Больше красивой женщины нет. Но есть один нюанс. Когда она пошла туда, Мордыхай и от Садык, ее дядя, ее муж сказал, Ни в коем случае не раскрывай, откуда ты. Ни в коем случае не раскрывай, что ты еврейка. Объясняйте низкий гон. Почему? Макара. В чем будет плохое, если скажут, что да, еврейка. Все ее умоляют, дорогие друзья. Все ее умоляют. Король даже умоляет ее. И до конца мы это видим. Может, раскроем меня сейчас. Куда ты? Кто ты такая? Дорогие друзья, Ахашвирош делает пир, целый пир, гигантский пир, который был, говорит Мегелат Эстер, то, что оно было так как. Все этот гигантский пир, который он делал уже до этого. И в его глазах это был такой же великим пиром. Как назвал? Пир Эстера. Пир Эстера. Может быть, сейчас она раскроет тебе свой секрет. Он делает гигантский пир только ради королевы. Только ради королевы. Объясняйте, что мудрецы. Почему? Потому что он надеялся, что смотри, все министры так тебя уважают, весь народ так тебя уважает, но никто не знает, кто ты. Может быть, все люди думают, что ты какой-то там нашли тебя на улице, или там какой-то непонятный из какого-то там племени, или что такое. А ты сейчас здесь расскажешь, Эстер, куда ты, кто такой, настолько у тебя будет великое имена. Кого ты уважения? Дорогие друзья, она держит тебя как железо. Она держит себя как железо и не переходит через слово Мурдыхай. И давайте задумаемся одну секунду сейчас. Эта великая праведница, она не раскрывает, откуда она пришла. Почему? Говорит нам великий Гаон, потому что Мурдыхай сказал ей, не раскрывай, потому что тебя искали в течение трех лет. Если они будут узнавать, что ты еврейка, то что произойдет? Скажут, что ты не хотела, еврейка, жениться даже на короля? Ты три года скрывалась? Ты еврейка скрывалась три года, чтобы и даже ты не хочешь, не только просто жениться на каком-то другом, на короле, ты отказывалась? Говорит великий Гаон, это могло было бы привести ей, ей семье и всему еврейскому народу просто большое именно убийство, большим страшным именно вещь. Не раскрывай. Раша объясняет это, потому что она хотела вернуться обратно. Думала, что мне просчитают, что я какой-то там нашлю бредовлюзии, какой-то непорядок, не такого их усадения, не какой-то королевский семейства, и меня, может, будут именно отпустят. Но нет. Адра бы. Ему было все равно. Самое, что она была красивой, как мы уже сказали. Самое, что была ее, она была красивой. Дорогие друзья, давайте задумаемся о чем. Давайте задумаемся о том, Эстера Морка находится там. Она уже понимает, то, что настолько ее любят, даже не доходя до короля, даже не до того, как она стала вообще царицей. Дорогие друзья, Гекай, сразу же человек приходит, человек, который ухаживает за ее макияжем и за ее подготовкой для короля. Он же понимает, что это есть королева. Ее уважает больше, чем всех. Что Эстера Морка могла бы сказать? А на самом деле, зачем мне сейчас мучиться, скрывать себя, все мне спрашивают, все мне этот, откуда ты приехал, мне постоянно нужно отмазываться, я не знаю, где твои родители, я не помню, я не помню, я действительно она не знала, я не видел своих родителей. Где ты выросла, что ты, где ты, что, горность, какая религия, какое что-то. Она постоянно должна скрываться. и это непросто. Это непросто, дорогие друзья. Ты не просто так живешь, ты живешь у короля, и тебе это чрезмерно важно, что ты, король возьмешь какой-то там из, ему очень сильно важно это все. На первый взгляд, казалось бы, нет. Я смотрю на то, что она была из королевской семьи, она была потомка Шаула Мелеха, дорогие друзья. Но что мы видим? Она держится. Она могла бы сказать, Пседр, знаешь, Мурдыхай, уже старый, уже наверняка что-то не так понимает. Пседр, оставь, скажу и все, и все. И что? Что Мурдыхай думает? Что Мурдыхай думает? Что на самом деле они будут уважать меня, и они будут ко мне плохо относиться, и могут это привести к семье не этот. Но смотри, они настолько уважают меня, уважают и настолько уважают меня. И потом приходит к королю, король делает ему пир целый гигантский для нее. Она держит тебя как железо, дорогие друзья. Он умоляет ее, расскажи мне, откуда ты? Расскажи мне. И не только это, дорогие друзья, Мурдых Ахаширош делает подарки всем народам и уменьшает их налоги, потому что, чтобы найти хорошее, именно, что понравилось, что это понравилось в глазах Эстера, что, может быть, сейчас Эстер подумает, о, действительно, Ахаширош, такой хороший, сильно, король, он помог моему народу, я расскажу. Пошел тебе, что ты помог моему народу, вот там, вот там, как ты именно помог им. И как ты вышел их именно налоги. Нет, ничего, ее не двигает абсолютно ничего. Если ему было сказано от садыка, от праведника, она держится крепко, как железо. И, дорогие друзья, это была и причина именно всего избавления. Это было все избавление. Мы это находим, как красная ниточка, которая проходит насквозь всей, именно, эмигрант Эстер, отсюда начинает до конца. Никто не знает, откуда она. И это была причина, почему в конце концов, Ахаширош, да, хочет пойти на пир у Эстера, потому что он думает, может быть, сейчас ты расскажешь, может быть, ты сейчас расскажешь. И, в конце концов, мы знаем, как все это закончилось, да, потом она раскрыла, что я еврейка, и меня хотят на самом деле убить, и хотят убивать именно мой народ, и потом произошло именно то, что произошло с Аманом с детьми и всеми Амаликами. Дорогие друзья, это гигантский урок, который мы должны взять отсюда. Тебе говорят, вы мудрецы, не делаешь какие-то хохмологства, туда-сюда, туда-сюда, он так не имел в виду, он там этот, если было сказано, это было сказано. Если вещь, оно есть, это для нас хорошо, для нас это было сказано. И эта причина, отчего, в общем, один из моментов, где мы, который находим здесь, она держится, мы настили, когда дальше увидим еще один невероятно большой вещь, который тут именно заключается, но это один из фундаментальных, важных вещей, как она держится в своем цитку, то она держится, она остается цадыкой в этом именно грязном именно месте, это, друзья, посмотрите, что вообще там происходило, какой там разврат, какой там, в этом пирстве, как они делали и так далее, она держится в этом грязном именно месте праведницей, пророчицей, можно себе представить, и все это материализм, и все это, ей все абсурдно, до сих пор, говорю, она оставалась, говорю, правильница настолько, что она все вещи, которые Мурдыхай ей сказал, соблюдение шаббата, праздников, проверить себе ниду, просмерить, проверить себе все вещи, которые необходимы в женские именно законы, она все делала там, и Мурдыхай приходит и постоянно проверяет, как лояль именно муж посмотреть, он находился один из людей, который был во дворце имени короля, приходил пацанам посмотреть, что с эстером, что с эстером произошло, чтобы она не переживала с одной стороны, через бина, чтобы она не была во всем этом, что она лихуца, и ее удавят, и так далее, чтобы она это не привез, и все эти материализмы, и все такое, что это не привез его в это, ей, дай бог, чтобы не было какой-то опасности для его жизни, что она скрывается и все такое, откуда она именно пришла, и лояль постоянно приходит к ней посмотреть, что с ней, и полный абсурд на спокойствие, мы не видим, что где-то Мурдыхай, или этот, они зашли в панике, или там, какой-то там в бешенстве, наоборот, все идет спокойно у них, все спокойно, сразу же мы видим Махаширош, Ама, это, ой, эмоциональный взрыв, бум, что делать, убей, чо, хушла, там, бум, взрыв, Ама, там, он не поклоняется мне, бум, сразу же нужно убивать, всех уничтожать, я недоволен, и так далее, приходит там, взрыв, его жена, убей, Махаширош, все такими, на взрыве, эмоциональные, просто, какие-то там, ребята, что с вами, успокойтесь, беседр, человек не поклянился тебе, что произошло, макара, нет, весь человек убивает всех, оп, оп, важно убивать, потому что она, спокойствие, мы видим тут постоянное спокойствие, у праведников, и видим постоянную бурю, у Рашаим, потому что праведники понимают, что вещи происходят, по определенному плану, Мурдыхайб говорит, Ахашвей, Эстеру, то, что потом, как бы, думаешь, знаем, если ты там, это значит, Мея Ташем, Мея Ташем, что ты там попала, от Ашема, значит, полагается, какая-то задача для тебя, они видят везде, рука Творца, они видят везде, что-то тут происходит, есть желание Творца, кто-то управляет миром, это не просто так, не просто так, кто-то поклонился тебе, не поклонился, кто-то делает твое желание, не делает твое желание, все было от Ашема, когда видишь, человек, эти вещи, мир абсолютно по-другому, дорогие друзья, сразу же после этих вещей, как Эстера Малка становится королевой, сразу же, когда она становится королевой, происходит история, не с того ни с чего, не с того ни с чего, происходит история, то, что двое человек, биктан ватереш, они хотели убивать короля, этот вещь услышал, разные мнения, как это услышал Мурдыха, или это, извините, он знал 70 разных языков, и он не слышал на первых планах, или же, по линскому гаону, они, они должны были обмениваться, чтобы один привез, у них был, как бы, стражи, которые они должны были везти на стражи, и один из них должен был бы как бы уйти, чтобы привезти вот этот яд для короля, и когда увидели, что другой человек был вместе с него, то они пошли и как бы разобраться, и в конце концов вышло то, что они действительно хотели убивать короля, извините, которые говорят, что это было пророческим образом, как это узнал, как бы не было. Мурдыхай узнал то, что они хотят убить короля. Что-то происходит, она, он передает эту информацию Эстера Малка. Эстера Малка сейчас идет и говорит Ахашвирошу, то, что есть двое людей, которые хотят убить тебя. Да? Что написано? Ва егид ли Эстера Малка, ватомар Эстер ламенах, бешем Мурдыхайм. Теперь, Эстера Малка не говорит от своей имени, то, что я услышала, то, что есть кто-то, кто-то хочет тебя убивать. Иди разберись. И этим было бы на самом деле для Эстера Малка невероятно большой бонус. Вау, такая королева. Пшш, молодец, серьезно, сразу же, как пришла, спас именно короля, именно от смерти, и такая именно, хорошая именно, пшш, да? Мама, школа, кого-то? Нет, дорогие друзья? Она сейчас поставляет тебе невероятно большую опасность здесь задуматься. Она говорит то, что мне сказал Мурдыхай, что есть то, людей, которые хотят тебя убить. Она передает, что, грубо говоря, я разговаривал с ним, или там был какой-то вещь, это же чуть-чуть опасновато, про всех вещей, то, что она делает, она скрывает, откуда она пришла. И, несмотря на это, она передает от имени Мурдыхай то, что это было сказано таким образом. Это был больший риск. Больший риск всему. Но говорят наши мудрецы, дорогие друзья, каждый человек, который говорит какие-то слова, если он слышал от кого-то, и он говорит, что я слышал эту вещь от определенного человека, это не мои слова, это не то, что я слышал от кого-то эту вещь, он приводит избавление. И только потому, что Эстера Малка сказала, что я слышал это от Мурдыхай, она стала тот человеком, через кого пришла эта вся избавление. Получается, что вышло после этого, дорогие друзья? Спаслись действительно король спаса, записали это все в книге у Ахашвироша, то, что эти двое людей, они хотели убивать, и Мурдыхай спас короля. И в конце концов мы видим, что же произошло. когда король не мог спать, просыпается и говорит, что привезите мне эту книгу, и так далее, и дается именно вот этот большая честь Мурдыхая. Говорят, наши мудрецы, только потому, что она сказала эту вещь, она стала причиной избавления всего еврейского народа. Она стала причиной всего избавления еврейского народа. И теперь тут давайте задумаемся на пару секунд. какой связь между тем, что она рассказала это через Мурдыхай, то, что это было от Мурдыхай, это было от меня. Во-первых, мы тут опять-таки возвращаемся о том, где, о котором сказали. она преданная преданная своей вере и своим принципам. И готова она рискануть абсолютно все. Если это правда, Эстера Малка это делает. Эстера Малка это делает. Она понимает то, что нужно слушать мудреца. Нельзя рассказывать, откуда я. Я не понимаю, почему. Я не рассказываю. Есть такая идея рассказать через человека, который тебе сказал эту информацию. И это может быть невероятно опасно. Я это делаю. Дорогие друзья, но есть еще дополнительный момент здесь. Человек, который говорит от имени человека, который услышал эту вещь, он и есть причиной всего избавления. По очень простой причине. Когда творец хочет делать какое-то чудо в этом мире, говорит нам мораль из Праги. Творец хочет делать это чудо, чтобы было видно наяву, что это выходит от его рук. Так и написано при выходе из Египта и будут узнавать то, что это было от меня. И это есть, чтобы люди видели, что это действительно от Творца. Но что происходит если бы Эстера Малка она пришла и сказала бы да, это была я, чтобы возвеститься, чтобы поднять тебе в глазах у короля больше в глазах министров. не было бы на самом деле Мурдыха в этой книге и не было бы все эти тюпочки события, которые происходили потом с Мурдыха и так далее. Это есть на самом деле объяснение, почему именно Геуля вышла через эту тюпочку, нет на самом деле к сожалению этого времени. но я хочу невероятно больше именно этот урок дать именно понять. Не было бы этого всего. Сказал бы, потому что да, это было мой эго. Но дорогие друзья, когда она сказала, я тут вообще ни при чем. Я передаю информацию, которая была мне сказана. Потом что? Эта вещь записывается в книге у короля. И что происходит? Происходит то, что в конце концов она сейчас в этот момент почему ей нужно было этого делать? Говорит им несколько гаун, а потому что она поняла, что если эта вещь происходит сейчас таким образом, в это время это не просто так, что именно через вот это событие может выйти большим чудо. Что это может выйти большим чудо. Теперь, тем, что она записала, она сказала, что это было от Муртыха и записали это от имени Муртыха. В конце концов, что происходит? То, что возвысился Муртыхай. Этим выходит то, что была причина почему Муртыхай Аманар Аша хотел на самом деле его убить, потому что после того, как они вернулись от пира, после первого пира, он видит опять-таки Муртыхай и он готовит ему все висит именно дерево и который был чрезмерно высокий и так далее и на этом же дереве потом его повесили и так далее но все это избавление приходим над этим что мы видим получается обратно теперь будем перекручивать именно всю эту картинку что мы видим Эстер вообще тут ни при чем да ну это что я привез это все нет все было рука Шема нужно было быть то что это люди даже хотели убивать короля нужно было быть то что Муртыхай на самом деле делал это спасение для короля и это вызвал одну типочку вторую третью вау получается определенные вещи происходят не потому что кто-то тут участвовал просто произошло определенные вещи просто произошло определенные события и тут наяву видна рука Шема наяву видна рука Шема то что люди просто были как были нужном месте нужными на время ахаш Муртыхай потом возвесилась только потому что что Эстер Моркани сказала это всего то что это было от меня это все возвещение приходит именно вот этого да невероятно задуматься об этом дорогие друзья как события уже происходит именно Мегелат Эстер все настолько это все скрыто происходит какое-то там люди хотят убивать честь чего что они хотят вообще причем это вообще сейчас ваш ты умерла Эстер Морка заходит сейчас этот почему потому что дорогие друзья сначала творец подготовил почву для избавления еврейского народа до того как Аман-Араша была возвесена до того как эта вся история что хотели убивать еврейский народ и так далее до всего этого сначала творец подготовил почву для избавления одна почва это кто Эстер Морка другая почва это кто это Мурдыхай и уже наяву видно то что люди тут вообще не хотят как-то себе эгоизм или еще только на самом деле себе проявить нет Мет Ашем наверняка это все вышло это на самом деле Мурдыхай в конце конца столько время проходит что в конце концов произошло то же именно произошло избавление всего еврейского народа избавление всего еврейского народа только благодаря тому что Эстера Молка промолчала и не рассказала откуда она вышла и только потому что она передала это все через имени Мурдыхай и не сказала что это был я это было я это было из-за моей гордости и чтобы возвысили меня нет Мет Ашем это вышло чтобы рассказать от имени Мордыха, что будет, я не знаю, что будет, она говорит. Я не знаю, что. Это правильно сейчас делать. И проходит время, и это будет тот причина, тот именно магнит, тот именно переход именно пазли, который уже был подготовлен до этого, который в конце концов один из фундаментальных моментов для избавления всего европейского народа. Мисхак Бобот, дорогие друзья, как Ашим управляет всем миром, когда ты думаешь, раскрываешь этих вещей, ты просто понимаешь, как управляет Ашим этим миром, как Ашим управляет этим миром, происходят в твоей жизни события какие-то, думаешь, что вообще произошло сейчас. Но ты не понимаешь, что это всего лишь один из маленьких частей того пазоля, который ты сейчас в этот момент даже не знаешь. Но это будет ясно через год, два, три, десять. Сколько лет это все, восемь лет, дорогие друзья, приблизительно восемь лет это длится, это вся история, можно себе представить. Семь лет до того, как оно пришло, потом, сразу же Амана Раша, это должно быть, они должны были умереть в Булапур, было Жребе, они должны были быть это, как называется, в тринадцатого Адара, начнем с того, что Тевет, была история, когда они были вместе с Эстером, Эстер и Хашварош, потом была история с Мурдыхай, потом они должны были умереть через, именно через год, скажем приблизительно, и в Песах они постились, и сразу же, как бы, через, после этого поста, повесили Амана, и через год они, как бы, только праздновались. Восемь лет проходит вся эта история. Восемь лет, дорогой, от начала до конца. Но пазли именно происходит в этой жизни, именно таким образом, как Ашим управляет всему этому. Из-за этого, что обучает эта вся история? Иди по-простому с Ашим. Иди то, что ты находишься сейчас в какое-нибудь управлении Творца. И не надо свои хохмологства сейчас тут именно впихивать это все. Это все будет ни к чему. Пойди по-простому. Дай Ашему проявить именно все вещи. И начинай слушать, что Ашем именно говорит в этом мире. Начинай видеть мир с глазами на Творца. Не всегда можем сегодня на самом деле иметь ответ, но знать то, что вау, видеть именно как именно все сходится. Как именно все закрывается. Иногда говорят Мага. Иногда мы видим, как это все, все эти вещи, зачем они нужны были. Но мы понимаем, что мы живем у дома и находимся в руках именно Творца. И Он только управляет этим миром. И когда вещи происходят с нами, без того нашего желания, произошло сейчас, двое человек хотели любить короля. Ни с того, ни с чего. Ни с того, ни с чего. Есть причина к этому, говорит Истер Малкад. Нужно записывать это от Мурдыхай. Не знаем почему. Я не знаю почему. А, это в конце будет видно. А, Мурдыхай сказал мне такую вещь. Я не знаю почему. Я слушаю, на самом деле, что Мурдыхай говорит. Дай Бог, дорогие друзья, что мы достались много света в этот великий праздник. Пурим, чтобы после времени пришел мир в Украине, без раташем, и во всем мире, без раташем, чтобы царствовал мир, и приход Машеха, чтобы после времени мы видели нашими глазами. И чтобы видели рука Творца во всех наших делах, без раташи, чтобы Микрятес раскрыл нам через глаза, как Творец, если он управляет этим миром, и какой любовь у него есть каждому из евреев, каждому из евреев. И когда мы пойдем именно по пятнему, по простому, без никаких наших каких-то там вещей, мы всегда будем выигрыш. Иди по-простому с Творцом, увидь его пути, посмотри, как он управляет этот мир, посмотри, как он разговаривает с тобой в любой момент, в любой момент твоей жизни. Услышь его месседж, услышь его месседж. Невероятно. И я хочу, на самом деле, закончить одну маленькую историю, как именно важно это. Недавно у меня было, я хотел, это был день в пятницу, я хотел кое-что купить, у меня проходит, мама с человеком, рэндом, просто человек, он никогда об этом теме вообще со мной не разговаривал. Говорит, сейчас говорит, опасное время, туда-сюда, эту вещь не покупай. Я говорю, от чего ты взял, что я хочу купить, в сердце думаю, я говорю, что это бахшимом. Откуда ты взялся вообще? Откуда ты взялся? Откуда вообще? Что ты так... сказал, хорошо, я понял, спасибо большое, я иду домой. Это моя, Моше, это не просто так. Мэйташэм, наверное, человек. Вообще, откуда вообще человек, это упало вообще, я не понял. Человек что-то сказал, значит, был Мэйташэм, что-то, месседж для меня, Моше, успокойся, значит, что-то, осторожно. Я подход, ушел домой, ничего не делал, не трогал, не купил. Дорогие друзья, в этой же пятницу я понял, почему не нужно было покупать. Не нужно было ждать год, два, три. В этой же пятницу, через пару часов я понял, почему не нужно было это покупать. А через два, три дня я вообще бы не осознал, что было бы плохим последствием, если бы на самом деле такой был бы в этой вещи. А чем разговаривать с тобой? Слушай его месседжи. Слушай, открывай наши уста, наши глаза, наши уши, а чем нам даст нам помощь, чтобы мы видели его правление, его пути, и его желание, то, что он хочет от нас. Песнятошим, чтобы все удостоились этого, и мы уже сказали, что мы видели удостоились в спуске времени. Видеть нашими глазами приход Мэшиеха, Мэн Кенни Радзо. Спасибо. Спасибо.